я предлагаю какую-нибудь более сложную систему написать я постараюсь написать что-нибудь неприятное вычислительно до чтобы давать такой 3 x 1 минус x 2 плюс 2 x 3 плюс 7 вторых x 5 опять систему из трех уравнений с 5 неизвестными например здесь что напишем запишем 2 x 1 минус 6 x 2 плюс 2 x 3 опять минус 7 вторых x 4 здесь напишем что-нибудь типа 2 x 1 плюс 2 x 2 плюс 2 x 3 плюс 2 x 4 плюс x 5 равно 0 например нам нужно решить вот такую систему уравнений так давайте значит быстренько восстановим матрицу элементарное преобразование доведем матрицу до приличного вида и потом в этом приличном виде уже напишем решение значит восстанавливаем матрицу по этой штуковине давайте начну и писать отсюда значит как она будет выглядеть 3 минус 1 2 0 7 вторых до 0 потому что при x 4 коэффициент нулевой как бы то есть их 4 записи отсутствует это означает что можно считать что на x 4 нажался 0 в этой записи дальше вторая строка это будет 2 минус 6 2 минус 7 вторых и 0 x 5 коэффициент а здесь что получается 222 затем туда 5 двойка и тут единица вот такая вот матрица начну можно переставлять строки в этой матрице например зависит от того как вам удобнее чисто вычислительно считать можно поменять местами какие-то строки какие-то другие выбрать за первую вторую да и смотреть тогда в другом формате записи на эту матрицу тоже можно давайте пока не будем этого делать например потому что я здесь честно говоря глубокого смысла в этом пока не вижу будем работать с первой строкой для этого что сделаем сначала первую строчку строчку разделим на 3 всю чтобы здесь коэффициент стал единица спал чтобы с помощью новой первой строки удобно было убивать остальные коэффициенты в первом столбце значит тогда здесь будет единица будет минус 1 3 потому что всю строку делим на 3 то есть как будто все первое уравнение делим на 3 по сути мы просто первое уравнение делим на 3 все но делаем это уже в виде не самого уравнения да работая с коэффициентами непосредственно получится что-то вот такое правильно вот первая строка начнет выглядеть следующим образом если я нигде не обсчитался так теперь вторая строка что будем делать со второй строкой ко второй строке мы можем прибавлять вот эту вот строчку с произвольным коэффициентом числовым давайте эту строчку умножим на минус 2 и прибавим ко второй чтобы убить вот эту двойку убиваем эту двойку здесь заведомо будет ноль потому что мы так специально делали теперь это умножаем на минус 2 мы будем получать две третьих так и прибавлять к минус 6 минус 6 2 3 что-то типа минус 5 1 3 наверное затем здесь мы умножаем на минус 2 и прибавляем к двойке до минус 4 3 плюс двойка это будет 2 3 правильно минус 4 3 плюс 6 3 должно быть 2 3 затем здесь мы умножаем ноль нами на минус точнее делим неделю 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 вот с этим уже 0 мы работаем дамы доводишь с этой строкой работать значит 0 мы умножаем на минус 2 и прибавляем эту штуку остается минус 7 вторых ну и 7 шестых мы умножаем на минус 2 и прибавляем 0 получается минус 7 третьих так так мы разобрались со второй строкой а что именно мы с ней сделали мы у него этот коэффициент убили но здесь часть числа могут быть неудачными я специально не хотел чтобы они получались удачными чтобы показать что на самом деле как бы но неудачность этих чисел она не сказывается ни на чем ну то есть на алгоритме не сказывается она сказывается только на том насколько сложные будут вычисления дальнейшие ну на самом деле работа с рациональным числом это вообще не смертельно если уж на то пошло теперь нам нужно вот с этой строкой разобраться к ней мы тоже будем прибавлять вот эту строку умноженную на минус 2 чтобы опять же убить этот коэффициент чтобы получаться здесь здесь будет получаться заведомо 0 затем так умножаем на минус 2 что там будет получаться умножаем эту штуку на минус 2 будет 2 3 2 3 и прибавляем двойку будет получаться 2,2 3 только если они не обсчитался с арифметикой я все время боюсь что я где-нибудь знак потеряю и набру соответственно дальше здесь это я умножаю на минус 2 будет минус 4 3 минус 4 3 и плюс 2 ну такой же должен быть тоже должно быть 2 3 далее здесь умножаю на минус 2 получается 0 0 прибавить 2 будет 2 и здесь умножаю на минус 2 будет минус 7 третьих минус 7 третьих и прибавляю единицу ну будь что минус 4 3 да будет проверяйте пожалуйста меня тоже потому что я могу наврать коэффициентами будет неприятно потому что я просто тогда ну не ту систему решу на выходе вот значит что у нас получилось получилось пока вот такая вот штука она уже более удобная для работы потому что хотя бы здесь в первом столбце стоят нули но это еще не все да давайте теперь поменяем местами строки потому что это число мне больше нравится чем вот это разделим вот эту строку на это число чтобы с помощью этой строки потом убивать следующую строчку так значит что у нас получится у нас получится матрица 1 минус 1 3 2 3 0 7 6 так это первая строка значит вторая строка мы договорились что я беру в качестве 2 теперь вот эту строку и делю на вот этот коэффициент а вот этот коэффициент он равен чему это что у нас такое примерно 8 3 должно быть по идее значит эту строку я делю на 8 3 то есть умножаю на 3 восьмых умножаю на 3 восьмых здесь будет 0 здесь будет единица дальше вот это может на 3 восьмых это будет 1 4 это умножить на 3 восьмых это будет 6 восьмых то есть 3 четвертых да это умножить на 3 восьмых это будет что минус 1 2 так это вторая строка вот так выглядит вторую строку я записал теперь я хочу разбираться с третьей строкой ну вот третья та которая от вот этой у нас следует значит я собираюсь с помощью вот этой строчки убивать вот этот коэффициент да что мне для того же для этого нужно эту строку умножить на 5 третьих ну давайте перепишем для себя я напишу что точнее на 5 целых одну третью на минус 5 целых одну третью нужно это будет умножать что вы ну нет давайте просто на 5 третьих чтобы их складывать после этом опять 3 хочу нас такой 16 3 вроде бы это 16 третьих значит я вот эту строчку умножаем на 16 третьих и складываются вот это чтобы эта штука обнулилась так здесь будет 0 здесь будет 0 теперь здесь это я должен вот это умножить на 16 третьих что такое будет 16 третьих умножить на 1 4 бы 4 3 4 3 и прибавляю вот этому давидами в двум третьим будет 2 вроде бы да 4 3 плюс 2 3 2 дальше умножаем на 16 третьих вот это это будет что такое это будет у меня сейчас сейчас это будет просто 4 вот просто 4 к этим просто 4 я прибавляю минус 7 вторых то есть минус три с половиной да это будет 1 2 4 минус 7 вторых это 1 2 так и теперь вот это я умножаю на 16 третьих получаю минус 8 3 минус 8 3 прибавить минус 7 3 это что у нас такое будет это будет минус 15 3 до то есть минус 5 ну это строка какая-то под зрительно хорошая получилось надеюсь я нигде не наврал да по крайней мере если я где-то прорвался в вычислениях то вы можете написать об этом в чате ну и хотя бы алгоритм можно просечь что ли из этого всего независимо от того наврал вычислениях или нет хотя я очень надеюсь что не наврал но вообще говоря когда я сам занимаюсь чем-то таким что-то считаю я во первых редко работу с числами на самом деле если что-то пошло а во-вторых если я работу с числами я все это переправляю по 1000 раз и желательно несколько раз еще переправить это в какой-нибудь системе компьютерной математики потому что с устным счетом меня очень плохо то есть я могу рассказать как надо считать но не могу посчитать иногда какие-то простые вещи не потому что я не знаю как раскладывать числа потому что там нужно много всего одновременно в голове держать слишком много какой-то слишком неинтересной информации нужно держать в голове и у меня как-то мозг сопротивляется короче говоря этому устному счету то есть если очень надо я посчитаю но как правило я пытаюсь себя видеть что мне не очень надо посчитать и поэтому считается тяжело такое есть в егэ ну такого нет в егэ ну такое в некоторых школьных курсах рассказывает насколько я знаю матрицы сложно но я то есть не особо шарю как отреагирует на такое вега наверное отреагирует плохо ладно давайте переписывать дальше значит что наша цель сильно упростить эту штуку значит первую строчку мы не пока ага или давайте сразу к ней прибавим вот эту строку да с коэффициентом чтобы убить вот этот коэффициент так значит давайте будем прибавлять теперь что умножаем это на минус одну третью и прибавляем к первой строке здесь коэффициент уже нулевой заведомо поэтому это нам сильно жизнь не испортит да здесь останется единица так значит умножаем на минус одну третью и прибавляю значит здесь станет 0 точнее умножаем на одну третью и прибавляю умножаем на одну третью и прибавляю это будет что одна двенадцатая плюс две трети 2 3 плюс 1 двенадцатая так 2 3 плюс 1 двенадцатая что это такое это будет что-то типа 8 3 о 8 12 и плюс еще одна да правильно это 8 12 да еще одна да это будет 9 12 то есть 3 4 да дальше здесь получится у меня три четвертых правильно значит еще раз я зди чего нажал на одну третью складывал значит fu�� теперь здесь умножаем на одну третью и складывая чё получится получится 1 4 здесь умножаем на одну третью и складываю это будет что такое это быть минус 1 6 плюс 7 шестых это будет 6 шестых то есть единицы так ну первая строка теперь выглядит поприличнее можно было сразу же еще со второй строкой разбираться параллельно но но тяжко было бы это делать то есть перепрыгивать через несколько действий вычислениях опасно потому что можно обсчитаться ладно теперь со второй строкой что будем делать ну давайте пока вторую перепишем потому что нам вообще-то нужна третья мы еще не разделили третью на коэффициент дальше пока без третьим нам со второй делать нечего без 3 в приличном виде записаны 3 4 минус 1 2 так переписали вторую строчку вот а эту разделим на 2 чтобы здесь коэффициент стал единиц что дальше удобно было работать 0 0 1 здесь разделена 2 будет 1 4 здесь разделена будет минус 5 вторых так такая получилась матрица значит давайте теперь исходную систему уберу и на ее месте даже буду продолжать да как будто у меня доска устроена так что когда я пишу после этого угла как будто начинает появляться вот здесь давай считать так вот склеена как-то доска так хитро да это по логической устроена сложно значит что теперь можно сделать теперь можно убить вот эти вот коэффициенты с помощью этой строки ну чтобы совсем уж сильно упростить себе жизнь да я предлагаю эти коэффициент тоже занулить значит как это будет выглядеть делать теперь 1 0 здесь станет нулем потому что мы что сделали потому что мы это умножили на минус 3 четвертых и сложили да значит здесь умножаем на минус 3 четвертых это будет минус 3 16 минус 3 16 с 4 16 складываем будет 1 16 значит минус 3 4 умножается на эти штуки и складывается минус 3 4 умножили сложили минус 3 4 умножаем на это это будет что получается 15 восьмых до 15 восьмых и Складываем с единицей. 15 до 8, 23 восьмой. Вот, это если я нигде не наврал. Дальше со второй строкой точно так же разбираемся. Умножаем это на минус 1 четвертую, чтобы вот этого друга убить. И складываем. Понятно, что здесь останется 0, здесь останется единица. Потому что третья строка уже над первыми двумя коэффициентами не властна. Мы специально так это организовывали. Так, рассказать потом еще о количестве решений. Системы в зависимости от количества свободных переменных ранга и определителя. Ну, хорошо, но... Ну, хорошо, да-да-да. По какому-то идее я уже на самом деле вопрос затрагивал только что, когда выписывал, как устроено пространство решений. Ну, расскажем, да. Про это тоже поговорим. У нас еще время вроде... Да, время еще нормально позволяет. Я думаю, что мы все это успеем. Значит, что дальше делаем? Так, сейчас надо не потеряться, да, где мы находимся. Вот эту нажавим на минус 1 четвертую и складываем, да. И складываем. Значит, здесь станет 0. Мы ради этого все затеяли, чтобы здесь стал 0. Это умножаем на минус 1 четвертую и складываем. Это что будет такое у нас? Минус 1 шестнадцатая. А здесь чего? А здесь 12 шестнадцатых, да. Будет в итоге 11 шестнадцатых. Так, и здесь умножаем на минус 1 четвертую и складываем. Если это умножено на минус 1 четвертую, получится что там? Типа 5 восьмых. 5 восьмых минус 4 восьмых, да. Это будет 1 восьмая. Так. Ну, а третья строка уже остается без изменений. С ней уже делать нечего особо-то. Одна четвертая и минус 5 восьмых. Ну, по крайней мере, что мы сделали? По крайней мере, мы, работая с коэффициентами, просто не всю систему уравнений за собой таскали. Мы хотя бы сэкономили место на бумаге, да. Может быть, мы по времени пока не выиграли ничего, как бы. Но мы зато более удобно организовали процесс, меньше потратили места на бумаге. Ну, и еще всякое такое. Просто базовые вещи поматываются. Так. Совсем базовые, да, такие? Ну, по крайней мере, так удобнее работать, мне кажется, с системами. Почему? Потому что все эти X1 и X2, ну, какой у них был смысл, да? Глобально мы работали же только с коэффициентами, по-честному, если говорить. Поэтому мы просто как бы этот туман, эти ненужные коэффициенты, которые, ну, могли там сбивать, нас отвлекать и так далее. Мы их просто как бы вырезали, да, из задачи. И работаем с такой обрезанной версией задачи, но которая, тем не менее, всю информацию об исходной задаче содержит. Так. Получаем, чего тогда? И вот это нам надо дорешать. Но если теперь вернуться к этим коэффициентам, получается что? Получается, вот мы добились того, чтобы на вот этой вот диагонали стояли единицы, до тех пор, до куда можно было, да, получать эту диагональ, продолжать. На ней стоят единицы. Так. Вот. Это означает что? Это означает, что мы можем некоторые переменные, соответствующие, x1, x2, x3, выразить через остальные переменные, а остальные переменные, в данном случае, это x4, x5. Да, мы уже трогать не властно. То есть мы уже не можем в каком-то виде их менять. Ну, точнее, мы не можем их выражать уже через остальные. Может быть, и можем, другим способом. А тот способ, который мы сейчас записали, он предполагает, что мы будем первые три переменных удобным образом выражать через остальные две оставшихся, да, которые x4 и x5. Так. Такая-то я все эти впечатления уберу. Опять же, чтобы освободить немного места. Значит, если я теперь вспомню о том, что эта матрица, вообще говоря, она является матрицей вот такой вот системы, да, уравнений. x3, x4, x5 равно 0, 0, 0, да. То получится, что, если я восстановлю обратно систему уравнений, то есть прям пропишу, как это умножение выглядит, то третье уравнение у меня будет выглядеть как x3 прибавить 1,4, 1,4 x4 минус 5, 2 x5 равно 0. Так. А перестановки уже были, на самом деле, они были где-то в начале, но они были только ознакомительны, а сами по себе они будут чуть позже, наверное, если вообще, если они у нас будут в ближайшее время, то будут не сильно позже. Да, вообще, если они у нас будут, короче, если они запланированы на этот семестр, то они будут скоро. Вот такой взгляд. Ну, отсюда, из этого уравнения что можно выразить? Можно выразить x3, да. Мы договорились, что мы всех таким образом выражаем через x4, x5. Значит, x3 выглядит как, x3 выглядит как минус 1,4 x4 плюс 5,2 x5. Так. Как выглядит x2, а x2 будет, здесь уже видите, коэффициент при x3 будет нулевой, поэтому x2 тоже будет в лоб выражаться через них. То есть, x2 будет выражаться как с минусом взятый вот этот коэффициент на x4 и с минусом взятый этот коэффициент на x5 минусы, потому что я перенося в правую сторону, да, буду менять знаки. Значит, x2 будет выглядеть как минус 11,16 x4 минус 1,8 x5. Да, ну, а x1 как будет выглядеть, соответственно. Ну, не обязательно было начинать прямо с x3, да, можно было начать с первой строчки, но я так в каком-то виде, чтобы... Ну, короче, не суть. Ладно, я начал в таком порядке. Это делать было не обязательно. Можно было начать с первой строчки, выражать x1 через x3, x4. Мы специально для этого эти коэффициенты убивали, чтобы они не болтали, чтобы нам потом не приходилось выражать еще x3, подставлять выражение его и так далее. Значит, а x1 это что? Какой-то минус 1,16 x4. Прибавить 23 восьмых. 23 восьмых. x5. Да, получается какая-то такая штуковина. Вот. Так здесь выглядит пространство решения. Ну, в этом примере мы прям хорошо упражнялись в том, чтобы там и строчки переставлялись, с коэффициентами разбирались. И все коэффициенты последние, которые можно было вырубить, да, мы все их вырубали. Ну, и этого тоже. И эти, соответственно, да. Давайте выпишем опять, как устроено пространство решения таким образом. То есть, если я хочу написать решение, то общее решение будет выглядеть каким образом? Например, ну, давайте я напишу теперь по качеству общего решения. Вот так я запишу. x2, x3, x4, x5, чтобы написать, что типа x равно, да, как будто бы ответ напишу, что эта штуковина равна. Значит, сюда я напишу c1. c1 значит произвольная константа. 1 значит, что первая. То есть, у меня еще в записи в 30 c2 как вторая константа. То есть, по смыслу, это просто бы означает, что два произвольных числа, не зависящие друг от друга. Значит, c1 умножить на какой вектор? x4 равно x4, да, и x5 равно x5. Тогда для выражения x4 коэффициент будет единицей, а для выражения x5 равно x5, в этой записи коэффициент при x4 будет равен нулю. Сюда пишу 0. И плюс c2 умножить на другой вектор, который соответствует коэффициентам при x5. Значит, это будет 23 восьмых, 23 восьмых, потом что там еще? Минус 1 восьмая, 5 вторых, здесь 0 при x5, а здесь единица. Вот получается, что общее решение, как бы, да, типа, если уж писать x равно, то есть, можно писать этот вектор x, записать его в таком виде, как вектор столбец. То есть, x равно вот такому вот выражению, где c1 и c2 это произвольные постоянные.